Мормонская церковь Давайте мы с вами поговорим об устройстве Мормонской церкви. Для этого попробуем нарисовать небольшую картинку. Сначала поговорим про то, как Мормонская церковь устроена на самом верху, на самое высшее руководство Мормонской церкви. Высшее руководство Мормонской церкви состоит из нескольких уровней. На самом высшем уровне находятся три человека. Это президент, пророк и откровитель церкви Мормонов. Это один и тот же человек, который является Божьим пророком, и через которого Бог сообщает свою волю для всех членов церкви. У этого человека есть два советника. Первый советник и второй советник. Все эти три человека вместе называется первым президентством. Вот эти три человека обладают всей полнотой власти в церкви. Им принадлежит последнее слово во всех вопросах. Ниже находится так называемый кворум 12 апостолов. В него входит 12 человек, которые носят титул апостолов. Среди этих 12 человек есть один старший апостол. Как правило, именно старший апостол потом становится президентом церкви. Но на самом деле это не обязательно, потому что, как бы об этом редко говорят, но в принципе теоретически мормоны должны выбирать своего очередного президента бросанием жребия. Но тем не менее на протяжении очень долгого времени очередным президентом церкви становился старший апостол. Ниже 12 апостолов находятся так называемые первый и второй кворум 70. В каждом из них по 70 человек, как следует из названия. Сначала это был только один кворум, но поскольку они занимаются управлением церкви на местах, а церковь постепенно растет, добавили второй кворум 70. Из числа этих кворумов выбирают 7 человек, которые занимаются руководством работы двух кворумов. Из числа первого кворума выбирается 7 человек, которые возглавляют работу этих двух уровней управления. Каждый из президентов кворума 70, каждый из этих семи человек является председателем одного из отделов церкви. Это отдел взаимодействия, миссионерский отдел, отдел священства, два исполнительных директора занимаются этим отделом, отдел учебных программ, храмовый отдел и отдел семейной истории. Ну и наконец, последний, самый низший уровень высшего управления церкви. Это так называемое председательствующее епископство. Председательствующее епископство состоит из трех человек. Это председательствующий епископ и два его помощника тоже в чине епископа. Под непосредственным управлением первого президентства этот орган занимается управлением земными делами церкви. Сбор, распределение и учет средств от десятин и пожертвований, организация благотворительной деятельности, планирование строительства и ремонта церковных зданий, проверка и обработка членских записей. Как правило, на это служение в председательствующее епископство призываются люди, известные не только своей духовной жизнью, но и своими деловыми способностями, поскольку там нужно иметь дело с земными вопросами. Как правило, председательствующее епископство считается главой Ааронова священства. То есть, все священники подчину Аарону подчинены как раз вот этому уровню управления. Понятно, да, идея? Значит, помимо вот этих общецерковных структур, возглавляющих церковь, в церкви существует еще несколько общецерковных структур, которые занимаются работой с теми или иными группами членов церкви. Таких структур всего пять. Первое называется «Общество милосердия». «Общество милосердия» — это общество, которое объединяет в себе всех мормонок, женщин от 18 лет и старше, и является официальной церковной программой для взрослых женщин. Оно предоставляет женщинам возможности для общения, служения, участия в руководстве и обучения. Помимо духовных собраний, участники этого общества проводят различные семинары на тему домоводства или собираются и обсуждают какие-то вопросы, которые им интересны. Второе общество, которое охватывает всю церковь, называется «Общество молодых женщин». Это программа, которая предназначена для женщин младше 18 лет, от 12 до 18 лет. Помимо собраний и учебных занятий, которые проводятся по единому плану, общество предлагает участникам разнообразные мероприятия, которые соответствуют их физическому, умственному и духовному развитию. Спортивные игры, походы, спектакли, музыка, танцы, то есть самые разные физические и прочие занятия. Третья структура, которая существует во всей церкви, называется «Общество молодых мужчин». Общество молодых мужчин. Эта программа предназначена для юношей в возрасте от 12 до 18 лет. Поскольку в этом возрасте обычно все юноши уже являются носителями священства, то участие в обществе носит для них вспомогательную функцию, которая способствует их полноценному и всестороннему развитию. То есть, опять же, это скаутское движение, это спорт, это спектакли, это музыка, занятие языком, чем-то таким. Все мужчины, которые посвящены в тот или иной чин священников, у них есть еще свое отдельное собрание, которое называется «Собрание священства». То есть, они занимаются по особым отдельным программам. Но вот для молодых юношей от 12 до 17 лет есть такое вспомогательное общество, которое занимается устройством их досуга и всесторонним развития. Четвертая программа предназначена для маленьких детей в возрасте от 11 месяцев до 11 лет. Называется это «Первоначальное общество». Посредством воскресных собраний и мероприятий посреди недели на этих собраниях детей обучают основам вероучения Церкви Мормонов. Ну и, наконец, последняя, пятая общесторковная структура называется «Воскресная школа». Она предназначена для детей от 12 лет и старше. Для всех желающих – мормонов и немормонов. Задачей этой программы является проповедь учения мормонов и укрепление членов Церкви. Все эти программы централизованы. Учебные программы для них готовятся на самом верху Церкви. Существуют стандартные учебники, которые переводятся на разные языки. И, соответственно, обучение там происходит примерно по одному сценарию. Значит, если мы с вами посмотрим на то, как мормонская церковь существует во всем мире, то весь мир поделен на более-менее крупные территориальные объединения, которые называются «зонами». Каждую зону возглавляют президент и двое его помощников. И она охватывает работу обычно в нескольких странах мира. Например, наша с вами страна, Россия, относится к восточноевропейской зоне. Центр этой зоны находится в Москве. И помимо России эта зона охватывает Болгарию, Армению, Литву, Латвию, Эстонию, Украину, Азербайджан, Казахстан, Киргизстан, Таджикистан, Туркмения и Узбекистан. То есть вот эти страны, в которых работа руководится из Москвы руководством зоны. Внутри зоны существуют два вида структуры церкви. Одна структура постоянная, а другая структура миссионерская. Постоянная структура, которая существует на местах, называется колл. Имеется в виду колл, как палка, которая забивается в землю. Английский stake, колл. В тех местах, где церковь уже окончательно укрепилась, где ее существование ничто не угрожает, где она может совершенно спокойно начать работать с людьми, создаются кулии. Такие вот местные структуры, в которых ведется планомерное обучение. Эта структура охватывает обычно от 5 до 15 приходов, то есть в среднем от 2 до 5 тысяч человек, которые проживают на одной территории. Возглавляют колл президент, колл и два его советника, а также 12 первосвященников от разных приходов, которые входят в этот колл. Внутри каждого колла существуют приходы. Как я уже сказал, от 5 до 15 приходов. И каждый приход возглавляется епископом и двумя его помощниками. Иногда приходы создаются с учетом нужд той или иной группы людей. То есть, например, приходы могут быть для неженатых. Или приходы могут быть для незамужних инвалидов. Или приходы могут быть для глухонемых. Приходы могут быть для какой-то национальной диаспоры. Допустим, людей, которые не говорят по-английски, а говорят только по-испански. Создается некий испаноязычный приход, который направлен на их конкретные нужды. Иногда создаются специальные приходы для студентов в рамках какого-то учебного заведения. Например, в одном только университете имени Бригама Янга действует более 200 маленьких приходов. В которых числятся от 250 до 800 человек. Ну и, наконец, существует еще такой вариант. Называется небольшой приход. Небольшой приход. Это официальное название. Небольшой приход. Это приход, который еще пока не дотянул до уровня в 200 членов. То есть, он еще пока не может осуществлять полнофункциональную деятельность. И по достижении необходимого количества людей он преобразуется в полноценный приход. Такая структура, которая существует во многих странах мира. Параллельно с этим существует миссионерская структура. Миссионерская структура. Центром которой является миссия. Миссия. Мы говорили с вами о том, что работа в России была начата восточной, финляндской, восточной хельсинской миссией. Да, вот это как раз та структура, которая занимается миссионерской работой. В тех частях земного шара, где работа еще только начинается или пока еще не вышла на постоянный уровень, миссия является центром мормонской жизни. Значит, как правило, миссия насчитывает в своем числе от 150 до 200 полновременных миссионеров. Во главе миссии стоит президент миссии и два его советников. Как только на месте появляется кол, все полномочия миссии переходят уже к президенту кола. То есть эти структуры, они существуют на разных территориях. Сначала появляется миссия, когда уже церковь укрепляет свои позиции, тогда там появляется кол и начинает выстраиваться вот эта структура. Внутри миссии существует округ, округа, округа. Каждый округ состоит из нескольких небольших приходов. Обычно округ создается тогда, когда членов церкви еще слишком мало, чтобы создать на этой территории кол или приход какого-то другого кола. Руководство округом осуществляет президент округа под началом президента миссии. Когда уже работа выходит на необходимый уровень, округ преобразуется в кол, и вот эта работа продолжается дальше в установленном режиме. Ну и наконец округа делятся на небольшие приходы. Небольшие приходы. Небольшие приходы, в которых, как правило, меньше 250 человек. Значит, например, город Выборг, в котором я живу, представляет собой отдельный округ вместе со всеми ближайшими поселками. Там существует несколько небольших приходов, во главе которых стоит президент округа. И все это подчиняется миссии Санкт-Петербургской, которая находится в городе Петербурге. Как только на этом месте появится уже полноценная работа церкви и приход достигнет необходимой величины, будет создаваться, а может уже создается, новая структура, которая называется кол, где работа строится уже по более традиционным, установленным принципам. Внутри каждой миссии миссионеры организованы миссионерские пары. Обычно это 10-20 пар миссионеров, которые разделены на несколько миссионерских округов. Где-то по 2-4 пары в округе. И возглавляет их работу президент миссии. Пара миссионеров обычно служат вместе 3-4 месяца, потом разделяются и заново распределяются. То есть миссионер приезжает, его обычно ставят в пару кому-то более опытному, потом по прошествии 3-4 месяцев эта пара разделяется, им означают новых помощников. Обычно второй год человеку уже дают какого-то нового миссионера, чтобы он в свою очередь как более опытный обучал менее опытного напарника. Вот так вот выглядит структура церкви мормонов в нынешнем мире. Поддержите ТВС молитвой и финансами. Не рассчитывайте, что пожертвует кто-то другой. Так думают многие, и хорошие проекты перестают существовать. Информацию о чем молиться и как пожертвовать вы можете найти на сайте www.tvseminari.com Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok